1 декабря в Криворогии состоялся региональный бизнес-форум Украина-страна предпринимателей, инициированный Приватбанком, а также Украинским союзом промышленников и предпринимателей. В участии мероприятий приняли более сотни предпринимателей Криворогия, в том числе представители малого и среднего бизнеса, люди, решившие открыть свой бизнес, представители общественных организаций. Перед участниками форума выступили начальник Криворогского регионального управления Приватбанка Сергей Нечаев, председатель городского отделения Союза промышленников и предпринимателей Юрий Арсеев и Криворогский городской голова Юрий Вилков. Мэр Криворога отметил важность обсуждения актуальных для предпринимателей вопросов и подчеркнул, что городская власть не может вмешиваться в бизнес, но создать условия для предпринимательства является ее обязанностью. Что хотел бы, чтобы Украина была страной умных людей, небезразличных людей к развитию нашей страны. И ваши предложения к этой программе предпринимательства мы пересмотрим, мы добавим. Мы будем просить депутатов городского совета, чтобы включили в нее и те вопросы, о которых мы будем говорить, по кредитованию, по помощи нашим малому и среднему бизнесу, по кредитованию. Ставки единого налога. В нашем городе мы уменьшили на 50% для тех предпринимателей, которые обслуживают инвалидов первой, второй группы, или там, если у него 10 человек наемных работников. Ставка налога на недвижимость. Вместе с вами ее рассматривали. При максимальной ставке 10% у нас в городе мы с вами приняли 0,1%. В Украине сьогодні понад 70% громадян за критичною межою бедностей. Перейшли в стан незахищенных верст населення. Менше відсотка відносять себе до середнього класса. Практично відсутні програми розвитку секторів економики, надзвичайно низька занятість і, відповідно, великий відтік кваліфікованої робочої сили. Край актуальним завданням є повернення довіри до української банковської системи та удосконалення державної грошово-кредитної політики. Сергій Нечаев, начальник Кривородського регіонального управління «Приватбанка» презентував перед аудиторией програму «Куб. Краина успішного бизнесу». Мы совместно с Союзом промышленников и предприятелей, мы, я имею в виду «Приватбанк», заказали несколько исследований, проводили такие опросы, вы видите, спрашивали предпринимателей, что вам сейчас мешает нормально развивать свой бизнес на Украине. Первое – это неблагоприятная экономическая ситуация, второе – это брак финансовых можливостей. Цель – создать миллион рабочих мест, кривой рог в том числе. Значит, за счет чего? «Куб» – это программа, о чем я говорил, обучение и консультирование предприятий, инкубатор и бизнес-помощник совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей. И программа «Куб» – это финансирование бизнес-проектов. Значит, проекты это небольшие, от 50 до 300 тысяч гривен. В рамках форума состоялся обмин успешным опытом с привлечением представителей бизнеса «Кривого рога». Также предприниматели «Кривого рога» имели возможность задать интересующие их вопросы и детально знакомиться с механизмом участия в проекте «Куб». Ваше общение. То есть мы говорим о том, что мы создаем онлайн-платформу для того, чтобы с помощью этой платформы мы могли инвестировать. То есть бизнесмены могли инвестировать деньги в развитие малого и среднего бизнеса, то есть конкретно предпринимателей, которые либо хотят начать бизнес с нуля, либо развить его из какого-то небольшого в системные существа. Правильно поступил вопрос, извините, не услышал, как зовут, о том, что если у бизнеса есть деньги, и мы готовы были бы участвовать в этой программе на платформе, инвестировать свои деньги, неприводбанковские деньги, в развитие малого и среднего, получать из этого какие-то дивиденды и так далее, мы озвучиваем эффективную ставку по данной кредитной программе в размере 30% годовых. По своему опыту, знаю, обращались многие банки, на данный момент есть инвестиционные программы, конкретно под целевую, то есть либо под покупку какой-то коммерческой техники, покупку каких-то основных фондов, инвестиционные программы, которые предлагают финансирование по 10-12% годовых при условии комплексного сотрудничества банка. Это наши карварольские банки, которые работают, это первый момент. Второй момент, не совсем понятно, каким образом будут участвовать люди во всей этой программе, насколько она будет открыта и почему мы говорим о ставке именно 30%. Я бы, например, как коммерческий директор предприятия, готов бы инвестировать свои же деньги, скажем, под 12% годовых. Совершенно спокойно, то, что я говорил в своем докладе. Заходите на сервис-клуб, там написано «инвестором» и написано «предприниматель». И вы можете, эта платформа, она работает в двух направлениях. Вы там можете, а, подать заявку на получение денег, б, вы там совершенно спокойно можете разместить свои деньги в конкретный бизнес-проект, где люди разместили, что они хотят взять.